Боевики продолжают обстрел украинских позиций, об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Там отмечают, что ситуация на Донбассе пока существенно не изменилась. На линии разграничения работает наш военкор Руслан Смещук, он расскажет все подробности. Сейчас будет небольшой турбулент. На стареньком УАЗике нас лиха, филигранно заходя в повороты, по грунтовке везут на позиции. В какой-то момент водитель заметно ускоряется. Впрочем, ускоряться приходится не только на колесах, периодически попадаются выжженные огнем боевиков фрагменты лесополос. Их приходится перебегать, иначе могут заметить и открыть огонь. Напротив, оккупированный поселок Октябрь. Позиции боевиков ближе. Вот за этой посадкой. В последние несколько дней противник малоактивен. Окапываются, рассказывают военные. Иногда отдельные группы пытаются приблизиться. В таких случаях военные используют успокоительное. Вот такое. Таким калибром можно достать. И когда уже свистеть над головой, то они задумываются, лазать им или нет. Пока работаем тут, на соседней позиции раздается взрыв. По пути нам показывают два полевых мемориала. Тут весной с разницей в неделю подорвались на минах две машины снабжения. В честь погибших были установлены эти кресты. За ними приглядывают. Молодые хлопцы, подвозивши на передок забезпечения, подорвались на фугасе. Вшановим у них память. За прошедшие сутки минимум три военных получили ранения. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет.